Абитриенту на заметку Если для вас это актуально, а учиться никогда не поздно, как мы выяснили здесь, общаясь с нашими гостями до эфира, то смело можете сейчас записать наш телефон, потому что можно принимать ваши телефонные звонки и задавать вопросы нашим гостям 202-11-22. Мне кажется, сегодня достаточно интересные вузы, учебные заведения представлены на нашем эфире, разноплановые, но тем не менее, каждый из вас что-то для себя интересное узнает, увидит. Ну и, конечно, если будут какие-то вопросы, отметки, заметки, звоните, постараемся ответить. Ну что, рады приветствовать наших первых гостей. С нами здесь сегодня Самарский филиал Университета Российской Академии Образования. Наши давние друзья, которые всегда в эфире рассказывают что-то новое, что-то интересное, актуальное. Давайте знакомиться, если вы еще не знакомы. Директор Самарского филиала Университета Российской Академии Образования, кандидат политических наук, человек, чей педагогический стаж уже 25 лет, и это не предел. Это Владимир Николаевич Выводцев. Здравствуйте. Также с нами здесь ответственный секретарь приемной комиссии Самарского филиала Университета Российской Академии Образования Екатерина Владимировна Сидельникова. Здравствуйте. И студента с собой сегодня захватили. Студенты получают второе высшее образование. Это Иванов Роман Юрьевич, студент первого курса юридического факультета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, друзья, вы уже поняли, что можно задавать свои вопросы. Какая есть у вас удивительная сегодня возможность в прямом эфире получить консультацию по поступлению и не только. Звоните. Ну что, для тех, кто еще не знаком и, может быть, думает, да, что же собой представляет ваш Самарский филиал, известного достаточно такого учебного заведения? Наш Самарский филиал – это экспериментальная площадка Университета Российской Академии Образования. Сам ВУЗ имеет историю, которая началась в 1969 году как Институт повышения квалификации работников просвещения. В 1991 году он был переименован в Университет Российской Академии Образования. А в этом же году как раз Самара стала площадкой для переноса на нашу волжскую землю как раз опыта этого учебного заведения. Всего 16 филиалов по всей Российской Федерации. Университет гуманитарного направления – это от журналистики до высшей математики. Основные направления, которые Самарский филиал развивает – это юриспруденция, экономика и психология. Ну, кто выбирает ваш филиал? Те люди, наверное, кто задумался о своем будущем, как мы с вами немножко пообщались до эфира. Это люди уже взрослые, которые сделали свой выбор. Или это тоже молодежь, студенты, абитуриенты? У нас есть и очники, студенты, но основная масса – это, конечно, люди, которые совмещают производственную деятельность с обучением, то есть это заочная форма обучения. Ну и плюс люди, которые уже достигли до определенных высот. Но в силу обстоятельств и своей любознательности они повышают свой образовательный уровень на базе второго, высшего образования. А то и третьего. А то и третьего, четвертого и пятого. У нас даже есть примеры пятого. Ну, если раньше, допустим, по крайней мере, когда я училась, мне казалось, что быть студентом-заочником, ну, вот как-то неудобно, неинтересно, студенческая жизнь бурлила. А сейчас я вот думаю, что мне кажется, я бы с удовольствием пошла получать третье свое высшее образование. В чем же вот, почему люди так активно сейчас выбирают? В чем приоритет? В чем плюсы вот заочного именно обучения? Все очень просто. Берем, допустим, обычную такую схему очника. То есть могут быть разные мотивы для поступления, не будем говорить о негативных. То есть человек, который понимает, что это, наверное, наиболее такая прямая дорога получить наиболее качественное образование. Лекции. Лекции. Онлайн, как говорится. В режиме онлайн общение непосредственно именно со своими сокурсниками, это и с преподавательским составом. Но мир меняется, возможности коммуникации становятся все более и больше, и более изощренны, и более эффективны. И поэтому именно конкретно, порой очень часто бывает, что люди, которые приезжают к тебе в кабинет, садятся, приезжают два молодых человека. И общаются друг с другом, сидя напротив меня с помощью своих гаджетов. Понимаете? Улыбки. Я первое время даже не понимал, как это происходит, с кем они вдруг общаются. Потом все-таки, подсмотрев, увидел, что на самом деле происходит это отдаление. В московском митрополитене частенько приходится ездить. Глаз не видно. Нет ни одного человека, который, может быть, в лучшем случае читает книжку. Но это может быть один из ста. А может быть даже из двухсот. А все остальные, опять же, играют вот в эти. В игры. В игры, в игры, в игры. И поэтому, понимаете, поскольку мир меняется, и дистанционная работа уже становится массовой. Человек, живя в Австралии, может работать в Уфе. И это нисколько ему не мешает общаться и быть в теме, быть именно как раз на месте. Поэтому заочная форма, как вполне наиболее современная форма обучения, я думаю, это тот способ для современной молодежи именно адаптироваться в экономике. Тем более, что ситуации достаточно серьезные у нас в стране, в мире. И поэтому человек, который хочет быть автором своего плана жизни, своей картины мира, но не хочет быть частью чужого плана, ему предлагается вот такой вот инструмент. Инструмент простой. Окончил среднюю общеобразовательную школу. Определился по направлению деятельности. Есть различные предприятия. Поскольку у тебя еще не вырос зоб, самоуважение и звездной болезни пока нет. Абсолютно чистый лист приходит на производство. И я думаю, что нет того работодателя, который бы отказался от человека, молодой человек, который готов заваривать чай, выпиливать какие-то детали. С нуля. Вот. Начинается нулевая вот эта вот самая подготовка. При этом он в этот же момент поступает работать на обучение по заочной форме. Для этого необходимо просто получить справку от работодателя, что он трудоустроен. Официально. Я так понимаю, что работодатели тоже идут на встречу и лояльно достаточно относятся к этому. Безусловно. Что такое молодой человек, который пришел после школы, или тот человек, который пришел после университета уже с амбициями молодого специалиста, и того нужно обеспечить и достойные заработные платы, и социальным пакетом в виде служебного жилья и так далее, и тому подобное. А тут еще мальчик, который по сути дела, или девочка, которые постигают эти азы трудовой деятельности. Но вот этот вот симбиоз обучения на заочной форме и деятельность трудовая дают, в общем-то, более многостороннее развитие личности. В конечном итоге уже потом на финише, на финише, человек уже, во-первых, он знает не понаслышке все, что окружает его на том или ином предприятии, подходит ли ему это предприятие. Он уже о себе заявил как работник, может быть, даже уже кадровый, потому что в тот момент уже, имея 5-6 лет трудового стажа, этот человек уже рассматривается работодателем как какой-то кадровый резерв, кадровый ресурс. Ну и плюс гарантии компенсации. Я не буду здесь цитировать трудовой кодекс. Да, 26-я глава Трудового кодекса как раз говорит о том, как защищен от работодателя, вообще от всех коллизий жизненных, как раз человек, который совмещает работу и производственную деятельность, ну и рабочую деятельность трудовую. Все возможные коллизии, связанные с сокращением производства и так далее, здесь, как правило, настроение человека, который является не только работником, но и человеком, который повышает самостоятельно свой образовательный уровень. Ну и самое главное, к такому человеку, который и учится, и работает к нему, и уважение, и почет от коллег, и от близких, и от тех, кому он приходит сдавать экзамены или как-то делает это дистанционно. Друзья, если у вас какие-то есть вопросы, если они появились, задавайте нам их в прямом эфире 202-11-22. С нами здесь Самарский филиал Университета Российской Академии Образования. В прямом эфире есть удивительная возможность нашим специалистам задать свои вопросы. Ну, если вам не терпится сейчас узнать уже, как попасть, как поступить, какие, может быть, требования, документы, направления обучения, я думаю, сейчас нам расскажет ответственный секретарь приемной комиссии. Будем задавать ей вопросы. Давайте сейчас вот как раз-таки выясним у Екатерины Владимировны, что же нужно и каким направлениям вы сегодня готовы предоставить абитуриентам вашим вот именно обучение. Да, на данный момент, в этом году мы принимаем студентов по направлениям психология, экономика, как Вадим Николаевич уже сказал, юриспруденция, менеджмент, торговое дело, реклама и связь с общественностью. Выбор большой. Большой, большой. Для того, чтобы прийти к нам, вам необходимо с собой иметь паспорт, ну и, конечно же, результаты ЕГЭ. Но чем хорошо, так как мы заговорили про второе высшее образование, чем хорошо приходить и поступать к нам на второе высшее образование? Вы к нам приходите не по результатам ЕГЭ, не по внутренним вступительным испытаниям, а именно по собеседованию, что значительно облегчает. Там какое-то испытание приготовленное? А как же вступительное испытание? Если вы поступаете к нам на юриспруденцию, вы проходите русский язык, общество знания и историю. Такие у нас испытания по каждому направлению есть. Ну и наверняка есть какие-то цифры по конкурсам тоже, да? Ну, конечно. То есть, в принципе, как бы, друзья, не просто все, надо немножко потрудиться и приложить усилия. На второе высшее образование легче поступить уже. А и на третье, и на четвертое, как выяснилось. А вот вопрос такой, ну а если человек, допустим, был, не знаю, с физмата, например, и решил посвятить себя психологии, возникли ли у него какие-то трудности? Никакие трудности не возникли. Все включено. Закончил физмат, тем более. Тем более. То есть, от физика к клирикам. Математика, савица наук. Ну, а если, допустим, вот к вам приходят, да, поступать, подавать документы, а вот люди взрослые, а вот почему они решают? Мне просто интересно. Они не говорят вам, какие вот, может, статистика какая-то у вас есть? Почему решают люди выбрать второй высшее образование? Ну, вы знаете, у нас настолько разный, разновозрастной контингент студентов, начинает в 18 лет, и даже есть такие студенты, которые после 50 обучаются. Угу. Ну, жизнь заставляет, наверное. А до какого возраста вы принимаете документы? До любого. То есть, если человеку лет 60, стукнет в голову, что я чего-то, как-то вот хочется мне заняться психологией, вы с удовольствием его примете? Конечно, мы его с удовольствием примем. Ну, вот интересно тогда мне... Вот я, будучи, прошу прощения, главой Кировского района, вот, почти 50 лет получила второе высшее образование в том же госуниверситете, который первоначально заканчивал еще в молодости. И мне было даже 51 год я получил диплом с отличием. Да гордость, наверное, такая невероятная. Ну, гордость не гордость, но дело в том, что это было необходимо для того, чтобы углубить свои именно знания в изучении структуры города. Вот, свои знания, которые ты получаешь ежедневно на практике, ты их просто подтверждаешь уже фундаментально. Тем более, что у нас есть масса примеров людей, которые очную форму, ну, как-то не повезло им в этой жизни, они обошлись заочной или очно-заочной, или вечерней формой обучения. Есть люди, которые возглавляют и крупные предприятия, очень известные, я просто не хочу, не смею назвать эти фамилии, вот, возглавляющие структуры власти. Крайне, тоже не представьте, я потом вам расскажу об этих людях, понимаете. И одним из самых известных, наверное, заочников в нашей стране, это покойный Юрий Владимирович Андропов. Руководитель партии, руководитель КГБ, руководитель государства, историк-заочник. Ну, это, наверное, что-то врожденное, я думаю. Вот, сам, я с 17 лет работаю. То есть вы на собственном примере? Конечно, безусловно. Ну, а как же, руководитель так и надо, наверное. Роман Юрьевич, ну, вопрос такой вот, вы, я так понимаю, получили первое высшее образование очно? Да. А какое оно, если не секрет? Техническое. Техническое. А почему вдруг решили пойти получать второе высшее образование? Все очень просто. Допустим, человек изначально, придя в детский сад, начинает процесс обучения. Впитывает. Да, пусть там ассоциативное какое-то мышление в нем развивает, впоследствии идет в школу. Родители ему воспитывают, говорят, вот, выбирай какое-то направление. Допустим, мне было интересно, соответственно, техническое направление, я уже как бы определился с учебой. Все это ушло, соответственно, закончил, первый высший получил. Впоследствии начал трудовую деятельность. То есть, ну, базовый комплект был создан. Соответственно, в процессе работы получилось так, что профиль немножко изменился. И у меня, получается, краем я своей профессии затронул юриспруденцию. Пришлось. Пришлось, да. Соответственно, когда ты ее краем цепляешь, у тебя есть только небольшие знания. Верхушки. Соответственно, которыми ты пытаешься оперировать. И если уже поступаешь осмысленно второе высшее, начинаешь процесс обучения, начинаешь видеть это совершенно с другой стороны. Это так же примерно, как процесс обучения в аспиранторе. Мне немножко удалось поступить, отучиться два года. Грубо говоря, передо мной на пятом курсе сидел преподаватель. То есть, он был по разным сторонам баррикады. А когда я поступил в аспирантору, я уже перешел на другую линию фронта. То есть, для студента это ломка сознания, ломка понятий приоритетов. То есть, грубо говоря, всегда к преподавательскому составу относились как бы негативно. А здесь получается, что мы все в одной связке. Поэтому здесь уже, да. В принципе, желание всегда было, но не хватало либо одного, либо желания, либо смелости, соответственно, либо толчка. А почему вы решили все-таки пойти в Самарский филиал в университет российского когидного образования? Какие плюсы вы для себя лично выделили? Плюсы для себя? Да. Ну, что я получу второе, высшее уже юридическое будет у меня. Соответственно, даже уже в процессе обучения, то есть, какие-то реальные вопросы в моей профессиональной деятельности я уже смотрю совершенно с другой стороны. То есть, для себя открываешь какие-то новые горизонты. А как происходит ваше обучение? Скажите. Лекции, соответственно, потом экзамены. То есть, все, в принципе, как бы достаточно... То есть, осенняя сессия, весенняя сессия. Дополнительно куда-то ходите, что-то читаете? Дополнительно есть библиотека в Урал. Соответственно, есть у нас библиотека онлайн. То есть, соответственно, каждый получает логин и пароль. Да, соответственно, все, что надо, необходимое, любая, так сказать, информация, все доступно. А как получается вот совмещать все-таки лекции с работой? Удается? Получается. Получается, да? Конечно, направляют же официальную бумажечку, которая позволяет работодателю, человека отпускать на занятия. На сессии, да. Ну, и кроме учебы, все-таки творчество в вашем университете тоже процветает. Я думаю, что сейчас мы с большим удовольствием посмотрим фотографии, которые вы подготовили к эфиру. Попрошу вас рассказать, что мы там видим. Пожалуйста. Ну, мы не злоупотребляем, конечно, вне классной деятельности. То есть, просто причине, что люди все-таки платят за свое обучение, и поэтому результат превыше всего. Но тогда, когда необходимо наше участие, будь то, допустим, там, освобождение Крыма, или какая-то конференция, связанная с очередной датой, связанная именно с правовой деятельностью нашего государства. Вот мы недавно участвовали как раз в 20-летии мероприятий, посвященные 20-летию Губернской думы, именно как раз Урау. Вот 9 мая. 9 мая, да. Ситуация, то есть, связанная с той или иной политической ситуацией, когда наше участие необходимо. Вот не просто... Вот в данном случае это 18 марта 2014 года. Да, на площади очень много было организаций, которые откликнулись. Я так понимаю, какой-то фестиваль. Возможно, что у нас для этого есть, естественно, есть, поскольку у нас свое собственное здание, вот вся инфраструктура необходимая для того, чтобы университет выполнял свои задачи, все это у нас имеется. Мы аккредитованы до 2020 года, поэтому вся необходимая вот эта юридическая составляющая, она... Вот наш внешний фасад. Вот мы его освежаем регулярно. Недавно был у нас субботник. Фасадик такой свеженький. Сейчас будет потеплее, и мы рассадим там еще цветочки в наших клумбах. Так что... Заботитесь о внешнем виде. Я так понимаю, что у нас 1 июня все-таки начинает работа приемной комиссии. У нас приемная комиссия начала работать уже с 1 апреля. То есть вы заранее немножко. Да, мы ждем к нам абитуриентов. И будут какие-то вопросы, если можно позвонить, проконсультироваться. Звоните по телефону 334-3222, это телефон приемной комиссии. Всегда вам ответят на все любые вопросы. Ну что же, друзья, если вы вдруг решили, задумались о том, нужно ли вам 2-й выше, 3-й выше, 4-й или, как выяснилось, 5-й у кого-то есть, я думаю, что прямая дорога вам в Самарский филиал Университета Растеть к Академии Образования. Я думаю, что этот вуз зарекомендовал себя уже многие годы. И без любых, мне кажется, каких-то таких проблем можно обращаться за консультацией в том числе. Ну что, я благодарю вас за то, что пришли. Всего вам самого доброго. Я думаю, что мы не последний раз видимся. Ну а вам, дорогие зрители, напоминаю, что наши встречи в рамках такого вот цикла абитуриента на заметку будут продолжаться. Я думаю, что мы еще встретимся. Но впереди у нас студенты и директор очень тоже удивительного учебного заведения. Самарский хореографический колледж, училище. Если вы хорошо танцуете и грезите о сцене большой, будь то театральная или танцевальная карьера, давайте будем совсем скоро узнавать все подробности. Не переключайтесь. Милюзя Зайдулина. Профессии модельера одежды мечтала с детства. Сегодня она создает интересные, модные и практичные вещи от идей до воплощения. А в перспективе планирует возрождать и развивать легкую промышленность России. Стремление к успеху и трудолюбие Милюзя доказала, став победительницей чемпионата профмастерства WorldSkills Russia. Сначала на региональном этапе, затем и на окружном. Я считаю, что многие люди меня заметили, думаю, показали то, чему нас учат в техникуме, я в первую очередь показала себя. С другой стороны, я посмотрела на то, как работают другие люди. Для дальнейшего, я считаю, это большим плюсом. Чемпионат WorldSkills имеет мировые масштабы. Цель движения – повысить престиж о рабочих профессиях. В России первый региональный чемпионат прошел именно в Самарской области три года назад. Идею поддержал губернатор Николай Меркушкин. В этом году за звание лучшего в 12 профессиях в Самаре боролись более 70 молодых специалистов. Отчетверо сумели доказать свой профессионализм на уровне Приволжского федерального округа. Теперь эти ребята отправятся в Казань на всероссийский этап WorldSkills Russia. Самарская команда – это модельер, повар, кондитер и электромонтер. На конкурсе Равилю Атласову пришлось выполнять реальные производственные задачи. В компетенции электромонтаж мы собирали монтаж освещительной сети приближенных жизни, скажем так, и силовую цепь опуска двигателей с реверса. Популярность рабочих профессий не быстро, но все же растет, что важно для Самарского региона, промышленность которого за последние годы стала активно развиваться, отметил на встрече с победителями окружного этапа WorldSkills Russia глава администрации Самары Олег Фурсов. У нас очень большие сейчас заказы с НТК Кузнецов, с СКБ Прогресс, у нас есть ряд перспективных разработок и, конечно, потребность специалистов высокого класса, она колоссальна. И проведение вот таких конкурсов, как WorldSkills Russia, оно позволяет создать интерес к рабочим специальностям. Соревнования рассматриваются как олимпиада, да, есть возможность получить новое оборудование, поработать на нем. Все силы самарские студенты бросили на подготовку к соревнованиям в Казани. В случае успеха нашим ребятам предстоит выступить на европейском и мировом этапах конкурса. Наш эфир продолжается, и я с большим удовольствием вам представляю наших следующих гостей. Итак, с нами здесь сегодня директор Самарского хореографического училища Марина Федулова. Здравствуйте. Здравствуйте. И, я так понимаю, одни из лучших студентов сегодня вместе с ней прибыли. Здесь с нами Олег Ярныхов и Клариса Демидова. Здравствуйте. Ну что, Самарское хореографическое училище. Мечта, мне кажется, многих девочек и мальчиков, вообще, как можно к вам поступить? И что, и кто, главное, какие ребята должны быть, какая подготовка, может быть, должна быть у всех тех, кто желает у вас учиться? Ну, я с вами соглашусь, Юлия, что это мечта. Мечта, мечта. Ну, и не только мальчиков и девочек, но и бабушек, дедушек, мам, пап. И не только в отношении своих детей, но и у многих осталась нереализованная личная мечта, поэтому есть надежда на внуков или на детей, которые смогут ее воплотить. Это действительно так, но для того, чтобы поступить к нам в училище, нужно иметь определенные физические данные. Так, рассказывайте, чтобы сейчас кто-то либо упал, либо порадовался. Это как раз та ситуация, когда не нужно сдавать экзаменов по общеобразовательным предметам, когда мы принимаем на основании личного заявления родителей и не более того, но ребеночек должен соответствовать всем тем требованиям, которые предъявляются к артисту балета. Поскольку на выходе из нашего учебного заведения мы даем диплом о профессиональном образовании, артист балета и дополнительная квалификация преподавателя, то, конечно, в первую очередь физические данные. Это должен быть ребенок, мальчик или девочка, который, во-первых, очень хочет танцевать. Не лениться. Ему в любом случае нужно. Вот если есть внутреннее желание, если есть страсть, если есть интерес, если есть вера в мечту и в сказку, то тогда такое слово, как лень, не произносится вообще. Здорово сказали. Когда ты хочешь попасть в сказку, когда ты хочешь быть частью того волшебного мира, который называется театр, нужно работать. И сама атмосфера. Мы находимся в театре оперы и балета. То, что мы имеем возможность участвовать в репертуарных спектаклях театра. Постоянно наши студенты общаются и с художественным руководством, и с артистами. Это все заставляет тебя делать чуть больше, чем ты можешь. И в физическом плане, и в моральном, потому что нужна и стойкость, нужен характер, нужна уверенность в том, что ты действительно имеешь право стоять на сцене, что ты будешь интересен зрителю, что у тебя есть нечто такое, что ты можешь выразить и донести, что ты можешь пробудить высокие чувства. Не случайно ведь балет относится к элитарному искусству. И не только потому, что определенное содержание и форма его подачи, но и за счет того, что должны быть определенные физические данные. Ребеночек, конечно, должен быть пропорционален, ребеночек должен быть гармоничен, должны быть возможности у мышц, у суставов. Но это вот такие частные нюансы, которые мы очень подробно рассказываем родителям в тот момент, когда они со своим ребенком приходят к нам. В каком возрасте можно к вам прийти? К нам можно прийти в возрасте, если мы говорим о начале освоения профессиональной программы после четвертого класса общеобразовательной школы. Девять-десять лет. Но, как правило, дети начинают танцевать гораздо раньше. Конечно, да. Вот Клариса во сколько начала танцевать? В пять лет. В пять лет. Олег, во сколько? В десять. В десять лет. Но он вот наш, наш студент, который вовремя. Это связано не только с формальными требованиями стандарта, а у нас очень много вещей, которые завязаны на физику человека. Как функционирует организм, как он развивается, в каком возрасте какая нагрузка показана, потому что если в пять лет ребеночка начинают, девочку, как правило, поскольку танцы на пальцах, на пуантах предусмотрены в женской программе обучения по искусству балета, многие пытаются ставить, потому что это красиво, это умиление, уже кажется, что маленькая балеринка, но на самом деле это делать категорически нельзя по медицинским показаниям. Вот вы знаете, надо мамам, папам это донести еще, видимо, педагогам. Вы знаете, у нас педагоги-профессионалы, которые учатся на протяжении всей своей жизни и не только получают высшее образование в специализированном учебном заведении. У нас заключен договор о сотрудничестве с Академией русского балета имени Вагановой, и они курируют методику преподавания, программы, сохранение традиций классического танца для того, чтобы не было отступления. Как ни парадоксально это звучит, но и даже в нашей творческой профессии есть канон, от которого отступление невозможно, в силу того, что мы имеем дело с самым хрупким и самым ценным материалом – это организм и здоровье. Конечно, у многих родителей возникает такое желание отдать ребенка учиться, но далеко не всем это показано. Поэтому у нас каждый год проходят медицинские обследования, достаточно расширенные для того, чтобы понять, происходят изменения в организме ребенка или он благополучно переносит нагрузку. Может быть, стоит оставить это учебное заведение, потому что такие вещи, как здоровье и профессия, в общем-то, несопоставимы. У нас работает очень большой коллектив педагогов, их больше даже, чем студентов. И с точки зрения социального сопровождения ежедневно присутствуют с нашими студентами и педагоги, и воспитатели, и преподаватели. И с точки зрения правильности постановки всех тех движений, я уже не говорю о регламентации учебного процесса и того, как выстроен учебный день для того, чтобы минимизировать ту нагрузку на организм, который у ребенка, конечно, есть. Ну вот на ребят смотришь и видно сразу, танцует, спину держит, голова очень хорошо тоже, так вот, ну не знаю, танцоры. Клариса, ну вот почему ты все-таки решила продолжить именно профессиональное обучение? С детства нравилось танцевать. Да, в каком возрасте ты пришла? В училище я поступила на первый курс. Наверное, лет в 16-17. Клариса к нам приехала из Ижевска. Да, я из другого города специально приехала, чтобы поступить, учиться. Ну расскажи, какие перспективы ты для себя видишь, какую цель поставила, что хочешь? Работать дальше. Работать дальше. По специальности, да. В Самаре? Где получится. Или вернешься на родину? Где получится? Может быть. Ну расскажи, где ты уже принимала, может быть, участие, в каких спектаклях? Да, я танцую, принимаю участие в Самарском театре, в спектаклях, в Тревиате, например, в Сильве, оперетте Сильва, в балете Байдерко. То есть вы уже, получается, будучи студентами, они уже танцуют на профессиональной сцене, вот как практика так получается таковая? Да, у нас есть достаточно большой раздел практики, но здесь особая благодарность правительству, которое дает нам возможность все наши большие мероприятия проводить на сцене Самарского театра оперы и балета, то есть на профессиональной площадке. Уже приучать, как говорится, чтобы знали. В ближайшее, ну буквально время, не скажу дни, но в ближайшее время, 29 мая у нас состоится отчетный концерт на сцене театра оперы и балета. Это такое мероприятие, которое показывает, чему мы научились за учебный год. В нем принимают участие только студенты и с разной программой, в зависимости от того, какого возраста детки и что они уже освоили. Но на сцене присутствуют все, каждый должен показать, чему он научился. А что касается спектаклей, то репертуар театра выстроен таким образом, что в нем идет не только перечень спектаклей классического наследия, но и очень много таких, где присутствуют детские партии. Ну, конечно, не только детки участвуют в спектаклях, но и студенты старших курсов. Вот Клариса, например, она уже исполняет взрослый репертуар артиста-балета, который, как правило, приходится осваивать после того, как ты закончил учебное заведение и пришел на работу. Но вот у нас студенты уже на момент выпуска имеют опыт работы и в кардебалете, и даже некоторые сольные партии исполняют. Поэтому это важно. Невозможно научиться музыке, если ты не играешь на профессиональном музыкальном инструменте и не выходишь на сцену. Точно так же, как невозможно научиться танцу, если ты не пробуешь себя на сценической площадке. Это требование профессии. Необходимо, конечно. Теоретически это не выучишь. Нужна практика. Олег, ну вот у тебя хочу спросить. Ты у нас сегодня красивый, нарядный, с бабочкой. Где уже удалось, может быть, блеснуть? Какие у тебя спектакли, может быть, есть уже в копилке? Как я участвовал, такие как Байдерка, допустим, опера Аида, Спящая красавица. Ну и каково это вот? Очень нравится чувствовать то, что ты чувствуешь на сцене, когда смотрят на тебя очень много зрителей, а потом громогласные аплодисменты. Ты чувствуешь, что ты внес вклад. Громогласные аплодисменты. Запоминается? Ну да, конечно. Ну, перед каждым выходом свои ощущения. Иногда начинаешь уже привыкать к этому сцену, живешь этим, как бы уже выступление — это твоя жизнь, ты уже без этого не можешь. Затягивает. Да. Ну и при этом, мне кажется, слово «работать» надо пахать и пахать, чтобы было действительно, чтобы ты гордился, наверное, собой в первую очередь, и чтобы твои педагоги тобой гордились. Ну, нет предела совершенства, как говорится, и то есть не можешь достичь такого момента, когда тебя... Будет все устраивать. Да, все устраивать, как бы. Хорошо. Звездной болезни пока нет. Ну, по-разному бывает. По-разному бывает. Конечно. Ваши выпускники, они к вам приходят, вы с ними общаетесь? Дают ли они какие-то мастер-классы? Может быть, как-то практически занимаются с ребятами? Советуют что-то? Ну, пока мастер-класса нет. Еще мы до этого не доросли, но у нас есть выпускница прошлого года, которая пришла к нам работать педагогом. И она нашла себя в этой профессии. Ей очень нравится заниматься с малышами, ей очень нравится. Сейчас она посетила ряд семинаров в Москве по современному танцу. Вот это направление танцевального искусства. Ну, а выпускники, они танцуют сейчас в нашем театре. Наши студенты прошлого года танцуют в Красноярском театре, в Петербурге. Разъехались, но занимаются любимым делом. По-разному, потому что у нас учатся и иногородние студенты, и некоторые возвращаются в свои города и вливаются в те трупы, которые есть. В Петербурге их достаточно много, востребована эта профессия. Танцовщиков не хватает, особенно если это мальчики. Но, знаете, кстати, есть такой момент, считается, что балет – это женская профессия. Но если войти в зал и посмотреть, как работают наши мальчики, это нужно, мало того, чтобы быть физически выносливым и здоровым, нужно иметь еще очень крепкие мышцы, поскольку дуэты, поддержки никто не отменял. И в этом есть определенная прелесть. Балет без этого не существует. У нас фотографии есть. Давайте посмотрим. Пожалуйста, покажите нам фотографии. Принесли наши гости к сегодняшнему эфиру. Рассказывайте, что мы на них видим. Это какое-то у вас выступление. Нас приглашают и в другие театры. Наши студентки первого курса принимали участие в спектакле «Вино из-за дуванчиков» на сцене театра «Самарт». Театра юного зрителя. Мы с ними очень дружим. Они наши партнеры. Это сцена из «Сильвы», точнее, после ее окончания. Вот девочки в сценических костюмах такую фотографию нам подарили. «Фея кукол» – наш выпускной спектакль, который вышел в июне 2014 года, сейчас с очень большим успехом идет на сцене театра оперы и балета. И, что удивительно, приходят мамы с детками трех-четырех лет. И они с большим удовольствием смотрят на то, что происходит на сцене. Это наши первые выпускники, фотографии прошлого года. Спящая красавица. Красота какая. От самых маленьких до самых больших принимает участие в этом спектакле. И, конечно, это большое украшение. Наши студенты в спектакле «Анюта», у них был опыт общения с Владимиром Викторовичем Васильевым, который ставил этот спектакль. И наши дети имеют возможность общаться не только с артистами, но и постановщиками такого уровня. Это спектакль «Боедерка». И он идет... Ну, практически все наши студенты старших курсов задействованы в нем, и их можно увидеть. Это пара, они уже сложились, как сценическая пара. Александр Лебединский, Алина Дурнова и с большим успехом сейчас солируют в труппе театра оперы и балеты. Наши отчетные концерты. Здесь только студенты, здесь нет артистов. Традиционно концерт состоит из двух отделений. Первая часть – дивертисмент, сцены из разных спектаклей. Ну, вот вам, пожалуйста, мальчики. С летающие. С их волшебными прыжками. Вторая часть – какая-то сцена, большая сцена из спектакля, которую мы представляем нашим зрителям. Мария Анатольевна, ну, если вот была бы ваша такая возможность, и она действительно есть, вот камера напротив, к тем родителям, к вашим будущим ученикам, к вашим будущим звездочкам, обратитесь, скажите, может быть, то, что вы хотите, у нас есть минута, пожалуйста. Дорогие мамы и бабушки, в первую очередь я обращаюсь к вам, потому что вы с особым трепетом относитесь к своим детям, к своим внукам. Посмотрите внимательно на своего ребеночка, посмотрите на то, к чему тянется его душа, посмотрите то, что его интересует. Может быть, это наш потенциальный студент, потому что музыкального ребенка, ребенка, который тяготеет к театру, который очень любит танцевать, его видно. Если у вас есть какие-то сомнения, может он осваивать эту профессию или нет, приведите. У нас профессионалы, которые могут вам совершенно точно сказать, чем вам нужно заниматься в этой жизни. Я имею в виду с точки зрения искусства. Мы многим говорим о том, что танцуют не только в балете. И наши профессионалы, педагоги могут дать рекомендации, куда ребеночка отдать, если есть такое желание и стремление. А может быть, к нам. Да не может быть, а именно к вам. Большое спасибо, что пришли. Вам, друзья, желаю танцевать по жизни и быть в хорошем настроении. До встречи.